добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы недельная глава бэмидбар и у нас есть родословие машей агарона и описана ситуация сыновьями агарона сада амбигу тор обращает на это внимание что они представили пред богом и умерли мы вспомним главу шмини как это случилось первый день служения это мудрецы говорят 1 нисана чудесным образом сошел огонь от бога и сжег жертвоприношение то есть весь народ возликовал и полниц такого чуда никто не выше мгновенно жертвы зарели на жертву и здесь на радостях взяли сыновья гарона на нам надо вверху каждый свой совок в руку свою и взяли уголь жертвенника положили на него смесь благовоний и воскурили огонь чуждый какого всевышний не велел и вышел огонь от бога и жёг их и умерли они мы узнаем из мидраша что за шлейки это молния и в носри и душу забрали мы видим что выносят их застан их не братья левиты мишель лицефан мы знаем что эльцефан санузеля он главный левит в стране в общем у них целые тела целые рубахи чудо невероятно этот огонь как он сжег эти жертвоприношения так он забрал их не души маше говорит вот о чем говорил бог приближающийся ко мне буду свят и где это он говорил праве шла мая цехи благословенной памяти пишет что это книги шмот а маша не знал он думал что всевышний осветиться или им самим или агароном он так думал но он понял маша что эти два его племянника надо его были больше чем он и агарон такие не были огромные правильники вот так остаются два сына у агарона или за и тамар и не называется так же сыновья маша потому что он был их учителем ученики те же сыновья и засчитывается как сыновья маша были тоже свои сыновья киршом и резертора них очень мало пишет пару слов есть и евреямим очень мало них пишут они знаем мы из узнай традиции же они были очень большие праведники знатоки торы и написано что все таки передал он свое руководство и ваша сыну на не потому что он был самый большой знаток торы а потому что он никогда не выходил из шатра своим усердием в торе он заслужил чтобы дальше вести еврейский народ что касается левитов стан щены это храм и кто работает в храме находится на службе те коины которых мы знаем огородные два сына оставшихся элизар и тамар и те левиты которые служат в храме остальные левиты стоят станом на расстоянии тысячу локтей от храма вокруг самого храмов вокруг шатра откровения кажется это на месте своем то есть на востоке стоит маша горон это там где стоит в направлении востока стоит стан егуда и сахар из вулун а остальные три стана гершонки хат и брали вокруг стоят вот так вот храма на на западе на севере и на юге каждому отведено свое место мы знаем что были левиты которые носят священные предметы такие предметы как в первую очередь ковчег завета минору стол предложения с хлебами которые каждую субботу меняют на свежие и маленький жертвник и большой жертвник умывальник не пишется очевидно тоже его берут тоже священный предмет который между шатром откровения и жертвником без него тоже невозможно вот они носят они его упаковывают сами коины и левиты кигата эти предметы носят вот так это самый священный стан левитов и управляет ими элиазар коэн ему подчиняется левиты кигата значит вождь левитов кигата эльцефан сын узелли тот эльцефан который выносил тела надавая вегу вот вот они носят самые священные предметы предметы которые из тканей это носят левиты гершона и вождь левитов гершона элиасав сын лаэля тоже огромное количество их этих левитов мы знаем что их от 1 месяца и старше 7500 кигата которые мы говорили от 1 месяца и старше было 8 600 и самые тяжелые предметы носят левиты мрари вождь левитов мрари цуэль 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 сын авихаиля вот эти левиты носят балки шатра засовы подножие то самые тяжелые предметы храма вот это их не работа такая вот их 6200 уголе нас о мы будем рассматривать сколько именно их с 30 до 50 и будет совсем другого количество потому что работают левиты в храме с 30 лет до 50 вот так а младший старший уже не не работают старшие левиты после 50 лет они уже охраняет храм занимается другой работой вот так вот и когда станы передвигается то первым в поход идет ковчег завета его несут левиты и он на три дня пути вперед идет расчищает дорогу убивает хищных животных которые могут напасть это его задача чтобы встан шел спокойно после него выходит в поход стан и гуды и сахара из вулуна восточный стан после них идут в поход левиты гершона и левиты брали несут шатер после них выходит стан кегата левиты несут они священные предметы но естественно что кроме ковчега завета который впереди и после него идет стан рювена шимона и гада это у нас идет южный стан и потом у нас выходит стан эфраим миношей и бениамин вот и западный стан и замыкает поход северный стан дан а ашер и нафтали вот так так выходят с походы цены израиля так войны идут и всевышний очень любит когда мы идем в таком порядке когда мы выполняем то что он говорит четко и у нас то полное благословение если мы точно так все выполняем как он нам говорит она сегодня наш урок заканчивается урок был дан за падение души мой шевин давид берта бат исраэль памяти павел дынефим якобы нахом владир бен григорий за здоровья давид бен стела игорь бен кира светлана баклара шимон юна шолом юна бен цара шимон бен исхак и на бот мира борис бен мария больше бен маня а на бот ривка рахель бот лилия полина 1 бот соня сура лена бот клара цела батей эли а жене бат и до и наводо р а на бат елена на станислав обмен рахили фен бен стар двор обмен я в моисе и бельева и ирин оба дворо я себе на или асса и неса бат боель евгений bw bat the city too beira бат ана геннадий бен елена и елена бат инесса ольга сетлана юсиф дан для царо таня бат фрида и этого три глава дим ты катя на юрия бат бела яков Иосиф Бенрахель, Шимон Бенмира, Фейга Батберта, Ася Батгода, Марк Беннина, Ира Батвера, Леон Бенклара, Рафаэль Бенклара, Ханна Цепора Бацара, Ида Бенхая Авива, Ифим Бенсоня, Майя Батфаина, Алексей Бен Ольга, Гая Бацарит, Макл Парасас, Гулай, Ирина Батрия, Рона Ребенри, Закороший Дух, Рона Ребен Двора, Диз Бенахум, Абигаль Бацара, Ханна Батамрагам, Рафаэль Эрилей Беннариса, Галя Батгидалия, Параса и Брюкл, Ирбин Рая, Анна Бат Александра, Марина Батрая, Борисовна Марина, Алексей Бен Наталья, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем браха, Параса, Кавана, Мазал Топ, что мы это время не грешили, учили Тору, всем желаю всего самого наилучшего, всем желаю крепчайшего здоровья и пусть скоро закончится страшная война, и до следующих встреч, надеюсь, состоится завтра в 15 часов. Шалом!